Привет всем моим звездочкам! И Арии сегодня такая немножечко с нервным тиком будет записывать это видео, потому что я не хотела его снимать. Как вы уже поняли, это видео будет посвящено Чимину, а конкретно угрозам смерти в адрес Чимина, который поступает уже третий раз. В тот день, когда появились угрозы, на моем канале вышло видео, посвященное BTS Reaction. И я там в закрепе написала о том, что Айвики спокойна. Я знаю про Чимина, я не в тундре живу, об этом пишут на каждом заборе. Я знаю, знаю я, в курсе. Я армия, которая следит за новостями. Не надо мне писать об этом, пожалуйста, успокойтесь и не распространяйте эту информацию. Я об этом писала в своих социальных сетях, в стенке ВКонтакте, в группе ВКонтакте. Но все равно, люди, жаждущие знать мнение моего по этому поводу, в упор не замечают моего мнения по этому поводу. Окей, я пропускала и игнорировала эти комментарии. Иногда отдавала ссылку о том, что люди, я об этом уже говорила, посмотрите. Но массовый психоз растет. Мне об этом пишут везде, во всех социальных сетях, на двух каналах. Кстати, на втором канале вышла реакция на Пуппинг. Если кто-то не видел, пойдите, посмотрите, вчера вечером поздненько так. Но опубликовала, мы все долго ждали. Ладно, едем дальше. Окей, для тех, кто в тундре все-таки и не знает об этом, я коротко расскажу, что произошло. На сайте YesAsia появилась статья. Я ссылку оставлю в описании. Кое-чего я вам расскажу сейчас отбуду. 12 июля в каком-то там задрипанном аккаунте Инстаграма появились фотографии мертвых животных, а также угроза убить Чемина 5 сентября на концерте в Лос-Анджелесе в рамках тура Love of Yourself. Я прочитаю, что-то написано. Сейчас мне только это, вот это оно пишет. Сейчас мне только нужно решить, как я убью его. Во время исполнения песни или во время представления. Думаю, во время представления будет проще, так как он будет стоять спокойно, а во время исполнения будет веселее, так как он упадет, плача во время танца. И все будут так сосредоточены на танце, что даже не заметят. Посмотрим. Тут еще что-то написано, что, мол, будет весело, потому что планируют стрелять в Куаву. Короче, бред бредовый. Естественно, армии сразу отреагировали, начали жаловаться на этот Инстаграм, отправили информацию в Биг Хи, там в полицию, куда-то еще не знаю. И понеслась. Значит, вот эта козявка сидит и думает, как мне сделать так, чтобы Чимин узнал обо мне? А может, это вообще хейтер и антифанат думает, как мне сделать так, чтобы насолить Биг Хит, насолить всем армию, чтобы концерт у них был прямо аж такой, чтобы все даже вздохнуть боялись, чтобы всех обыскивали, чтобы все были в напряжении. Как мне сделать так, чтобы много-много внимания было? Чтобы обо мне писали все новостные, кей-поп-ресурсы всего мира? Как? Возьму и сделаю вброс. И делается вброс, и тут армии начинают разносить это по всей сети. Везде. Нет, то, что отправили в полицию, в Биг Хит, это правильно. Так и нужно поступать. Но что было дальше, вот это уже, я считаю, не правильным поведением армии. Не всех тех, кто так поступает. Мы армию. Мы мощный, огромный, сильный фэндом. Мы способны дать отпор кому угодно. Мы способны, насколько возможно, защитить наших мальчиков. Но давайте не будем превращаться в ораво-убывающих собак. Конечно же, мы очень любим ребят. Мы переживаем за них. Мы хотим заботиться о них. Но наша любовь не должна выражаться вот в этом страхе и трепете, как банные листы. Мы ходим перепуганные, да? Весь армии фэндом дрожит. Это неправильно. И я не хочу, чтобы какая-то мелкая козявка своим мелким поступком, за который она понесет ответственность, вот так вот в страхе держала глобальную какую-то огромную часть фэндома, который наиболее активный, между прочим, в интернете и разносят это со скоростью лесного пожара везде, где только можно. Окей. Конечно, я знаю, мне писали, что иногда бывают такие, мол, вбросы, никто не обращает внимания, а потом это происходит мало этих случаев. Мало. Даже Биг Хит выпустили заявление. Я не помню, как там было дословно, но там прям, знаете, чувствуется, как будто Биг Хит хотели сказать, что несмотря на то, что это какая-то херня из-под ногтей, конечно же, мы обеспечим максимальную сохранность нашим артистам. То есть они идут успокаивать армию. Более того, еще хотела сказать, и я уже говорила об этом на своем канале, на пресс-конференции во время последнего альбома у Чимина репортеры напрямую спросили, Чимин, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вот этим угрозам уже? Чем, 최근에 보면, 이제 Чимин 군и 여러 가지, 뭐, 아주 안 좋은 협박 같은 걸 많이 받고 이랬잖아요. В тот момент, Чимин не был похож на запуганного ребенка. 그래서, 그런 부분이 있을 때 많이 걱정들을 해서 그런 거니까. Вы понимаете? У него была смущение, у него даже улыбка была на лице. Он был смущен таким вниманием к себе. Он сказал, что выходя на сцену, он думает о том, как показать максимально классное выступление. Чтоб не наважать, это ж наш Чимин, вы же все знаете. Чтобы всего себя отдать зрителю. Что он доверяет своему агентству. И что армия беспокоится за него больше, чем он сам. 저도 이제 작년에 이어서 또 두 번째나 또 이런 소식이 들려서 좀 당황스럽긴 했는데요. 오히려 저보다 좀 팬분들께서 걱정을 너무 많이 하지 않으셨을까 라는 생각이 많이 들었던 것 같고요. 또 저 같은 경우는 기다리고 계시는 분들이 너무 많은데 그런 말에 좀 휘둘릴 여유가 없었던 것 같고요. 또 저희 스탭분들께서 많이 도와주시고 계셔서 너무 많은 걱정을 안 하셔도 될 것 같다는 말씀 드리고 싶었습니다. 감사합니다. что это никак нас не заботит и все такое. И это правильно. Именно так должен поступать фандом. Как я уже сказала, давайте будем сильным фандомом, который ничего не боится. Ладно, хорошо. Мне часто пишут. Ари, там появилось сообщество во Вконтакте. Такую дичь пишут. Анти пишут на BTS. Сделай что-то. Сними об этом видео. Зачем? Зачем? Сидят эти мелочи пузатые и прям строчат. Им хочется, чтобы все просто пеной истекали и защищали своих любимых бантусиков. А вы берете и пишете об этом. А еще ходите и по всем пабликам бросаете ссылку и говорите пойдите, посмотрите, пойдите, посмотрите. Пойдите, защитите. Смотрите, наших обижают. Зачем вы делаете им рекламу? Вам заняться больше нечем. Я этого не понимаю. Зачем мне делать им рекламу и рассказывать про то, какие они, блин, плохие, пойдите им что-нибудь напишите. Да, если у них будет такое внимание, они будут в два раза, в три раза, в десять раз больше всякой херни публиковать, потому что вы их обеспечиваете вниманием, в котором они нуждаются. Поэтому, если вы хотите бороться с анти и со всеми вот этими бросами, не обращайте на них внимания. Пожалуйста, это люди, которые недостойны и крупицы вашего времени. Так зачем вы так беспощадно тратите свое время на вот этих вот людей, которые вам неприятны? Для чего? Для чего? Будьте сильнее этого. Именно армией является опорой и поддержкой для BTS. Именно мы даем им силу и энергию, приходя на их концерты, смотря их клипы, смотря их музыку, любой другой контент, общаясь с ними в социальных сетях. Мы те, кто поддерживает и помогает ребятам двигаться дальше, взлетать выше, выше и так далее. Поэтому, давайте не будем создавать вот эти негативные сгузки энергии. Этот какой-то хаос и массовый психоз, который также имеет негативный отпечаток на наших артистах, нервозность какую-то возможно передает излишнюю Чимину. Если вы беспокойтесь и переживаете за Чимина, пишите о том, что вы его любите. Отвлекайте его от этого происшествия. Он бы мог об этом и не узнать, если бы несколько армий, которые заметили подобные посты, отправили их в полицию, в Биг Хит и все. Но вот этот вот шар, который разрастается такого глобального негатива вокруг этой всей истории, ничего кроме боли нанести Чимину он не может. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательнее к своим айдолам. Я не хотела снимать этот ролик и, как вы заметили, он не столько новостной, сколько мое обращение к армии. Я хотела вас успокоить, я хотела вам объяснить, почему так не надо делать, почему нужно вести себя по-другому. Поэтому надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, что вы почувствуете какое-то облегчение по этому поводу, потому что вы же армия и вместе мы сила. Мы не должны трястись, мы не должны лвать, мы не должны хейтить людей, которые снимают реакции на BTS, вы пишите, это все ради хайпа. Не надо этого делать, даже если человек хайпит на это. Он делает маленький свой вклад в большое дело для того, чтобы BTS становились популярнее и популярнее и о них говорили на каждом углу. Вот это правильно. Поэтому не надо хейтить таких людей, которые хайпят, хайпят они или не хайпят, какая разница. Вам не нравится этот чёт? Не смотрите. Нравится? Смотрите. Приятного времяпрепровождения. Я хочу, чтобы все-таки наш фантом большой и славный был могущественный, сильный и бесстрашный. Вот. Я сказала. Боже. Всё. Саран-саран, с вами была Ариран. И вас я целую, люблю и не прощаюсь, потому что ещё планирую посмотреть некоторые видосики, вы уже, наверное, знаете. Поэтому до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok